Приветствую всех! И для начала скажу, что это видео не было запланировано, но некоторые события заставили меня сесть писать этот сценарий, потом читать его, а потом сидеть монтировать. Да, это в некотором роде продолжение ситуации с регистрацией торговой марки на SCP неким Мистером Д. Кто не в курсе, оставлю в описании ссылки на два видео с предысторией. Также это небольшое видео будет полезно тем, кто просто хочет немного поднять свою юридическую грамотность. Итак, крайнее событие во всей этой ситуации на момент выхода этого видео, это записанное тем самым Мистером Д обращение, в котором он обещает, что отменит товарный знак, но когда-нибудь потом. Также этот человек продолжает настаивать на том, что зарегистрировал его для того, чтобы снимать фильм. Всё бы хорошо, но есть одна проблема. Товарный знак никак не может помочь в съёмке фильма, даже теоретически, разберёмся. Права на товарный знак – это права на само вот это вот изображение, только оно нарисовано в документе. Больше ничего в этой торговой марке нет. По смыслу работы торговых марок охраняется даже не само это изображение. Права на товарный знак – это право запрещать другим размещать это изображение на своих товарах, потому он и называется «товарный знак». Ничего другого этот документ не может и не делает. Какой-нибудь Адидас зарегистрировал товарный знак не для того, чтобы снимать фильм про три полоски, а для того, чтобы только одежда от этой фирмы могла быть помечена этим знаком. Если кто-то сделает абсолютно такой же костюм, как делает Адидас, он никак не нарушит торговую марку, если не будет лепить на него значок этой фирмы. Чтобы было ещё понятнее, давайте представим, что если бы такая большая и уважаемая компания, как Марвел, защищала свои фильмы товарным знаком, как это планирует Мистер Дэн. Вот это был бы Человек-паук, которого может распространять только фирма Марвел. Смотрите, вот здесь есть торговая марка, всё понятно, другие бы могли распространять этого Человека-паука только бы, если Марвел разрешил. Но что это такое? Не как магия фотошопа. И вот теперь это был бы Человек-паук, которого бы мог распространять кто угодно, где угодно и как угодно. Но почему этого не происходит? Почему кому угодно нельзя просто взять и снять новый фильм про Человека-паука, например, нарезав его из старых, или просто продать этот фильм на болванках, или, например, залить его себе целиком на Ютуб, чтобы поиметь просмотров? А всё потому, что Марвел защищает свои фильмы не товарными знаками. У Марвел есть авторские права на образы своих персонажей, на все их истории и даже на имена, потому что всё это изначально создавалось по закрытой лицензии. Авторы, которые всё это придумали и нарисовали, изначально делали это или по заказу Марвел, или продали свои авторские права компании. Ничего этого у мистера Д нет и быть не может, потому что SCP-вселенная изначально и необратимо лицензирована по свободной лицензии. Авторы создают свои произведения для всего сообщества. Давайте для закрепления проделаем небольшое упражнение. Вот это артбук, на котором есть торговая марка. Его может распространять в магазинах и на сайтах только правообладатель этой торговой марки. А вот это артбук, который может распространять кто угодно, где угодно. И как угодно. Исходя из этих элементарных знаний по поводу авторского права, какие мы можем сделать выводы по поводу того самого копирайта, который нужен для фильма? А. Никакого фильма нет. Б. Фильм есть, но в нём не будет абсолютно ничего связанного с фондом SCP, кроме товарного знака на коробке при продаже. В. Студия, которая собирается снимать фильм, убеждена, что весь SCP целиком придуман в рамках проекта, принадлежащего мистеру Дея. То есть, мистер Дея каким-то образом навешал лапши на уши этой студии. И. Г. Фильм будут снимать пингвины. Пингвины не секут в авторском праве, как известно. А какой вариант вам больше нравится? Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok